Сначала одна маленькая была, что я думала, ну ладно, маленькая, спокойно пройдет. Но собак оказалось целая стая, семь агрессивных бродячих псов. В итоге заметована нога, рука, травмы даже на лице. В то утро Адель, как обычно, шел на тренировку по футболу. Хотел убежать, но они меня окружили, я упал. Потребовалась поднаркозная обработка раны бедра укушенной и осаднение века. Это было слишком страшно. Юлия показывает место нападения. Именно они с мужем спасли 9-летнего мальчика. Мы-то в шоке, мы его поднимаем, а собаки на нас. Когда Адели занесли в манеж центрального стадиона, там сидели еще трое укусанных юных спортсменов. Все ждали скорую помощь. В это время подоспел и отец Адели. Ну, конечно же, думаю, что там безопасно. Даже, ну, я не думала, что такое может произойти. Собаки напали на детей вот здесь, недалеко от каста центрального стадиона. Мальчики не дошли до манежа, каких-то 100 метров. Несмотря на то, что по всей территории установлены камеры видеонаблюдения, стаю агрессивных собак никто не заметил. Заборы у нас вот такие вот, да, то есть не глухие. Адель проведет в больнице как минимум неделю. Остальных пострадавших отпустили по домам. После обработки ран всем будут проводить вакцинацию от бешенства. Лечение растянется на три месяца. Вопрос теперь в другом. Кто в ответе за нападающих собак? В данном случае местные самоуправления ведут это направление. Это отлов, транспортировка, содержание и регулирование численности. Постановлением Кабмина утвержден порядок отлова и регулирования численности безнадзорных животных. Отлов в городах и районах производится только на основании заказа снаряда. Это значит, пожаловался человек, на место выехала служба и предприняла меры. Нет заявки, нет работы. Совсем другая схема была до 2013 года. Тогда служба, выигравшая тендер у исполкома, самостоятельно контролировала численность и ситуацию. А не как сейчас, пока гром не грянет. Находит там одну собаку и на этом заявка закрывается. И это совершенно неправильно. Если уже информация идет о том, что в этом микрорайоне есть бездомные собаки, наверное, необходимо выехать не один раз, а несколько раз. Только за этот месяц в народный контроль поступило уже более 40 жалоб на агрессивных животных. За год почти тысяча, и собак меньше не становится. Хотя сумма, которая выделяется на это, немалая, почти 25 миллионов рублей. И сегодняшнее происшествие, как обратная сторона событий трехлетней давности. Тогда именно на пикетах зоозащитники требовали гуманного отношения к животным. Как видим, гуманность в этом случае обернулась против человека. Анна Городнова, Алина Бережна, Ренеат Сафин, Рамзель Гарипов, Данил Филатов. ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова